Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 сентября, в неделю 15 по Пятидесятнице, по воздвижении Православная Церковь совершает память Великомученице Ефиме Всехвальной. Святая Великомученица Ефиме Всехвальная была дочерью христиан сенатора Филофрона и Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне, расположенном на берегу Босфора, напротив Константинополя, около 304 года. Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу арен, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказание. Во время этого нечестивого празднества 49 христиан скрывались в одном доме, где тайно совершали божественную службу истинному Богу. Среди молящихся находилась и юная девица Ефиме. Вскоре о местопребывании христиан стало известно, и они были приведены к Приску для ответа. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поколебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная, каким еще способом принудить христиан к отречению, послал их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную девицу Ефимю, надеясь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Святая Ефимия, разлученная со своими братьями по вере, усердно молилась Господу и Иисусу Христу, чтобы он сам укрепил ее в предстоящем подвиге. Сначала Приск уговаривал святую отречься, обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Мученица была привязана к колесу с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела. Святая громко молилась, и вот колесо само собой остановилось и не двигалось при всех усилиях палачей. Сошедший с неба ангел Господень снял Ефимию с колеса и исцелил от ран. Святая же с весельем благодарила Господа. Не вразумившись чудом, мучитель повелел воинам Виктору и Иисусфену бросить святую в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух грозных ангелов, отказались исполнить приказание правителя и сами уверовали в Бога, которому поклонялась Ефимия. Дерзновенно возгласив, что и они, христиане, Виктор и Иисусфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверям. Во время казни они взывали к милосердию Божию, чтобы Господь и их принял в Царство Небесное. Услышав призывавший их небесный глаз, они отошли в жизнь вечную. Звери же даже не дотронулись до их тел. Святая Ефимия, брошенная другими воинами в печь, осталась цела. С Божьей помощью она выходила невредимой после многих других пыток и истязаний. Переписывая это волшебству, правитель велел выкопать новый ров, наполнил его ножами, а сверху прикрыл землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Ефимия осталась невредимой, легко прошедшая над Орвом. Наконец, ее осудили на съедение зверям в цирке. Перед казнью святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь, выпущенный на арену, не бросился на святую. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге, из которой истекла кровь, и святая великомученица Ефимия тот час скончалась. В это время произошло землетрясение. Стражники и зрители от страха бежали, так что родители святой смогли взять ее тело и с честью похоронить, недалеко от Халкидона. В последствии на могиле великомученицы Ефимия был возведен величественный храм. В этом храме происходили заседания 4-го Вселенского собора в 451 году, во время которых святая великомученица чудесным образом подтвердила православное исповедание, положив в предел ереси монофизитов, о чем подробно сказано в день воспоминания этого чуда 11 июля по старому стилю. По взятии Халкидона персами в 617 году мощи святой великомученицы Ефимия перенесены были в Константинополь около 620 года. В период иконоборческой ереси рака с мощами святой Ефимии оказалась брошенной в море. Благочестивые корабельщики извлекли их. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднование в честь перенесения мощей праведного Алексея Московского и память святых, святителя Киприана, митрополита киевского, московского и вся Руссия чудотворца, святителя Фотия, митрополита киевского, московского и вся Руссия чудотворца, преподобного Кукши Одесского, исповедника, мученицы Севастьяны, Мученицы Мелитины, мучеников Виктора и Исосфена, преподобного Дорофея Пустынника, Египетского, мученицы Людмилы, княгини Чешской, преподобного Прокопия, Игумена Сазавского, мучеников братьев Исаака и Иосифа, священномученика Григория Раевского, пресвитера, священномученика Сергия Лосева, пресвитера. Совершается празднование иконе Божией Матери, именуемой Призри на Смирение. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!